Ой, здравствуйте. Вот так много. Добрый вечер. Я хочу представить Катю Мухину. Наверное, все вы знаете, кто она такая. Человек, самый главный стилист нашей страны. Катя, ну расскажу чуть-чуть о ней, да, что Катя, она закончила факультет журналистики МГУ. После чего сразу стала работать в модной индустрии, в журналах. Она стала редактором моды и работала в журналах Эль, Мари Клэр. В 2010 году Катя стала первым русским директором моды журнала ВОК. То есть до нее только иностранцы работали. В этой должности. Вот. И, ну, она сейчас работает как фрилансер. Она является стилистом многих, многих звезд, эстрады, там, просто светских, it girls. Работает со многими журналами, как в качестве стилиста. Вот. Я просто еще хочу сказать вам, что, ну, вот мы сегодня первый раз проводим такой формат мероприятия, как паблик ток. Расскажу вам, что это такое. Сама не так давно узнала, что это такое. То есть мы с Катей сейчас будем беседовать. Я буду задавать ей вопросы, которые, на мой взгляд, интересны многим из вас. Она будет рассказывать. И после этого мы дадим возможность всем из вас задать вопросы, которые вас могут интересовать. То есть мы будем ходить, ну, будет человек ходить с микрофоном и вам давать возможность задать вопросы. так что начнем. И хотела бы поблагодарить за приглашение. Спасибо большое за такой теплый прием. Мне очень приятно быть здесь и общаться с вами. Спасибо. Нам очень приятно тебя здесь иметь у нас. И спасибо всем, что вы сюда пришли. На самом деле мы не ожидали, что такой интерес будет. И очень рады, что, ну, на самом деле столько людей интересуется модой. Мы будем стараться делать для вас почаще такие мероприятия. Первый мой вопрос, он будет касаться того, как ты вообще после журфака МГУ попала в моду, в журнал. Как это случилось? Ну, очень долгая история. Хотела, конечно, поправить по поводу главного стилиста страны. Просто я себя такой не считаю, но мне очень сильно повезло, что в моей школе оказался конденаст. Это издательский дом, который издает журнал Vogue, Glamour, GQ, Allure. И ту школу, которую я получила, это школа иностранцев. Все были из Лондона. То есть все, кто прошел эту школу, включая мою коллегу, которая сейчас занимает мою должность, Ольга Дунина, Катя Золотатрубова, то есть все эти девочки высокого уровня, мирового, которые сотрудничают с иностранными фотографами, такими, как Патрик де Маршелье. Ну, то есть, конечно, немногие этого добились, но, тем не менее, я не одна такая. По поводу, как я попала в стилисты, я поступила на журфак, это был 97-й год, вместе с Дарьей Велидеевой, которая главный редактор «Харпес Базар». Мы учились на одном курсе, с той лишь разницей, что Даша Вундеркинд, и она закончила школу в 15 лет и поступила в МГУ в 15 лет. Вот мы по мере… Она сразу пошла на периодику и сразу оказалась в журнале «Мариклер». А я почему-то мечтала работать на телевидении. И попробовав все, ну, начиная от корреспондента, редактора на телевидении, я попробовала пиар, рекламу, радио максимум, жаворонки на проводе. И опыт был везде очень странный. То есть ни на одном из ресурсов не ценили ни студентов, ни сотрудников. Ну, например, жаворонки на проводе нанимали постоянно студентов. Мы бегали по сугробам, задавали вопросы безумные прохожим. Нас половину людей посылали. И при этом нам еще обещали вечно что-то заплатить, но никогда ничего не платили. Пиар. В какой-то момент пришел из «Газпрома» начальник пиар-службы и набирал студентов. Мне показалось, что вот пиар «Газпрома», вот я просто рождена для этого. Я за ним бегала по журфаку, говорила, что вы возьмите меня, я просто вот, я знаю, у меня получится. Он говорит, вы из телевидения, зачем вам нужен этот пиар? Я его достала до такого состояния, что он говорит, хорошо, приходите. Ну, я отходила год и думаю, вообще, что я тут сижу, слушаю. Ну, то есть я попробовала все. Но к тому моменту Даша уже прекрасно три года работала в «Глянце», в «Лидеево», успешно работала. Она говорит, Кать, может, хватит, говорит, вот мотаться по редакциям. И просто я пришла в журнал «Будете смеяться? Упс». И параллельно сотрудничала с журналом «Плейбой». Ну, вот такое странное сочетание. То есть журнал для детей и для мужчин. И работала там ассистентом. Я очень долго была на позиции ассистента. Оттуда я перешла в «Гламур», опять же, как ассистент. И вот делала все, развозила вещи, собирала, гладила, пришивала пуговицы. Ну, то есть просто ад был. При том, что сейчас большие издательские дома предоставляют водителей, на тот момент мы все это делали своим ходом, с этими мешками. Все это в основном был масс-маркет, такие вот бренды. Вы сами себя прекрасно понимаете, что Морган очень сильно отличается от бренда «Селин». И отношение к стилистам было соответствующее, потому что рынок только зарождался. Нас везде динамили, посылали. Мы ждали, час стояли, подкасты. Ну, то есть это просто был ад. Я сейчас вспоминаю, поэтому когда ко мне сейчас приходят ассистенты и крутят нос, и говорят, как они устали, мне очень интересно это все слушать и забавно. Потому что я еще после этого прошла школу в Европе, посмотрела, как там работают ассистенты, где очень высокая конкуренция, которая отсутствует у нас в России. Поэтому мы ничего не ценим, и нам кажется, что вот… Все насмотрели с фильма «Дьявол носит Прадо», и всем кажется, что вот такая жизнь обязательно, что тут же все пойдут на показы в Париж, будут выпиваться шампанским. Вот мой ассистент один мне так и написал. Он пропал, он просто пропал вместе с вещами со всеми. А потом спустя полгода передал мне письмо через охранника, через консьержа, где он мне написал такие интересные слова, что да, в нашей жизни, Катя, с тобой, у нас с тобой получилось, как в фильме «Дьявол носит Прадо». Я думаю, да тебе до дьявола и до Прады надо было работать и работать. Ну и потом прям разложил, что у меня хорошо, что у меня плохо, как надо вот тут поменять, тут, да, психоанализ. И в конце говорит, ну, конечно, мама, ты хорошая, у тебя замечательная дочь, хорошо воспитана, он мне пожелал удачи. Ну, в принципе, как он и был нигде, так он и остался нигде. Я хотела спросить, где интересен он сейчас? Все очень просто, чудес не бывает, потому что вот девочки, которые сейчас работают в ВОК по-прежнему, это такой труд, это адский труд. Это не только физический, эмоциональный, моральный, потому что очень много не зависит от тебя. И ты можешь лететь на съемку с Патриком де Маршале, как у меня было в Питер, и вещи все задержали на таможне. То есть на один день прилетела модель из Нью-Йорка, на один день прилетел мейкап артист, мастер по волосам, сам фотограф. У тебя есть один день, но нет вещей. И ты должен на ходу придумать, что ты сейчас будешь делать. И ты не пустишь в журнале бегущую строку, что, извините, вот съемка, может быть, выглядит не очень, потому что вот такая у нас таможня. То есть ты постоянно на стрессе и должен на ходу выкручиваться, придумывать, как ты выкрутишься в ситуации. Это не шутки. Но я вот на самом деле хотела тебя спросить о том… Ну, наверное, здесь много, я думаю, молодежи, студентов, которые, наверное, мечтали бы о такой работе, как директор моды в журнале ВОК, и думают, что это прямо мечта. И хотела тебя спросить, мечта ли это? И советуешь ли ты? Ну, это мечта. То есть для меня это прямо была мечта. В какой-то момент, когда я поняла, что мне это все нравится. И самое главное… Но это была мечта до или уже? Нет, у меня была до мечта быть телеведущей новостной. Мне вот казалось, что Татьяна Миткова, вот ее карьера – это вот просто то, что мне нужно. Потом, когда я попробовала, поняла вкус, попробовала, насколько это, с одной стороны, тяжело, с другой стороны, какая энергетика на этой работе. Но вы должны четко понимать, если вы хотите идти стилистом, вам придется начать ассистентом или младшим редактором, и много работы предстоит, нервов, фрустрации, разочарования. Но вы должны четко понимать, кем вы себя видите через пять лет. Вот ко мне приходят девочки, мальчики, говорят, Кать, мы хотим у тебя попрактиковаться. Я задаю им этот вопрос, а мне говорят, я хочу организовывать через пять лет праздники. Я говорю, зачем вы идете ко мне? Меня гладить, пришивать пуговицы. Какие праздники? Идите сразу к человеку, который занимается именно этим. И учитесь. То есть надо четко понимать, хочешь ли ты быть стилистом или редактором, или, может быть, дизайнером или консультантом, но этот путь просто жалко терять время. Некоторые девчонки из рекламного отдела говорят, вот мы хотим в редакцию, и потом возвращаются обратно в рекламный отдел, потому что это совершенно разные пути, несовместимые. В рекламном отделе ты в восемь вечера встал или в шесть, пошел домой, а у нас-то иногда бывает дедлайн, номер сдается, ну и мы сидим прекрасненько до часу, до двух, и наслаждаемся временем. Ну как бы это четко надо понимать, что с десяти до шести графика не будет никогда. Просто никогда. Ты сказала про энергетику. Можешь поподробнее, что за энергетика, которая тебе нравилась? Ну, я все рассказываю про ужасы в нашей профессии, но существует, конечно, и много плюсов. Работа дает безумные возможности, очень интересные, то есть путешествия, знакомства. Моя, наверное, первая обложка селебрити была в журнале Elle. Я снимала Эву Мендес. И, конечно, у меня там тряслись руки, ноги. Я была в шоке, что она запомнила, как меня зовут, исключительно звала по имени. То есть для меня это был просто шок. Потом была Эва Грин, потом были топ-модели, Скарлетт Йоханссон. Ну, то есть ты о таких голливудских звездах просто не мечтал. Ну, по крайней мере, я не мечтала. Когда мечтала о карьере Татьяны Митковой, я об этом даже не думала. Но вот это дает возможность поехать на Каннский фестиваль, оказаться за одним столом с Николь Кидман на ужине, например, бренда Тодд. То есть это вот абсолютно реально и очень интересно, потому что тех людей, которых ты видишь по телевидению, они оказываются рядом с тобой. Ну, естественно, мир творческий. И это, конечно, нужно любить. Но если ты любишь это, то это столько всего интересного. И ты получаешь удовольствие, когда вот выходит съемка в журнале. Ты открываешь и получаешь безумное удовольствие. Вот один раз Патрик де Маршелье поставил из нашей съемки обложку на книгу о Кристиан Диор. В любой бутик, который заходит, там обложка, которую делаю я с Патриком. Мне кажется, здесь есть эта книга, да? Кристиан Диор в магазине. И мне приятно. Не знала, кстати, я не знала, что это ваше. Мне такое удовольствие, когда ты видишь эту книгу и понимаешь, что ты сделал вот такой вот вклад в моду. Это все-таки такая творческая работа больше, да, чем менеджерская? Ну вот если ты директор моды или маркет-фэшн-эдитер, то тут уже ты должен быть и менеджером. Ты должен понимать, работать с бюджетом, договариваться, встречаться. В какой-то момент эта часть даже становится более доминирующей, чем творческая. Ну и почему ты с этим попрощалась в итоге? Ну я ушла, потому что у меня дочка подошла к тинейджерскому возрасту. Ей было 9 лет. Я поняла, что мне важно с ней наладить отношения, быть рядом, сложные моменты. И я сейчас понимаю, что я все сделала верно. Ну скажи вот, пожалуйста, ты такой инсайдер моды, да, то есть ты всю эту энергетику чувствуешь. Что для тебя мода, вот сама мода, что это такое? Процитирую Викторию Гозинскую, что она говорит, не важно, что модно, главное иметь стиль и знать свои пропорции. Я с ней полностью согласна, потому что вот сейчас в моду вошли кроссовки с платьями, и все побежали, весь мир в кроссовках с платьями. Кроссовках Диора в основном, да? Ну да, я сама такая же абсолютно, но весьма это все забавно смотрится со стороны, когда все там, не знаю, 95 человек из 100 одинаково одеты. Вот надо понять, кто ты внутренне, вот что тебе нравится. Ты девушка из 50-х или, может быть, хулиганка рок-н-ролл 70-х. То есть надо понимать, что тебе близко, и этим путем идти. То есть стиль придет, и не нужно рваться там, в моде красные, быстро все оделись в красные. Ни в коем случае. Поэтому так популярны такие стилистки, как Карина Ротфельд, как Катрин Баба, которая вечно челму намотала, то есть мы ее все тут же узнаем. Там Джованна Батали, ну и актриса тоже самая. Или Дита Фон Тис, в принципе. Что она сделала? Она просто стриптизерша, да? Она так красиво танцует. Но посмотрите, как стиль ей сделал карьеру. Только стиль. То есть это может быть очень сильным оружием в вашей жизни. Или Ульяна Сергеенко. Опять же, потрясающий вот ее почерк. Это может нравиться, не нравиться. Это может идти, не идти. Но ей это идет. Она нашла себя, и она на этом сделала. Петр Аксенов. Я считаю, я безумно его уважаю. Вот эту ювелирку, его образ. Как он ведет Инстаграм. То есть это уже не просто бороду отрастил, да? А это целая философия, что он пишет. То есть вот это прям подход. И вот я считаю, что каждый из нас должен найти себя и понять, кто ты. То есть не гнаться за моды, это точно. Ты нашла себя? В процессе. А скажи, для тебя есть? Я нашла себя, потому что как раз когда пишут, когда же Мухин причешется, накрасятся, я думаю, ах. Вот она. Я девчонкам говорю, ну что, позлим народ. Позлим. Раз в Инстаграм что-то, и начинается там, ну кошмар. Как этот человек может делать моду? Я дико получаю удовольствие, потому что понимаю, что да, стиль есть. Это очень хорошо. Да, я думаю, что да. А скажи, для тебя вот кто… Ну ты называлась только имен, а кто для тебя главный? Главная икона стиля? Мы очень… Ну вообще у стилистов нет одной иконы стиля. Мы очень много работаем с архивами. И чем отличается профессионал от непрофессионала? Когда человек непрофессионально открывает французский ВОК за прошлый номер и повторяет эту съемку. Что делают профессионалы? Они просто работают с архивами 70-х, 60-х, смотрят книги, кино. И вот, например, придумали идею, начинают доделывать этот мудборд, делать ресерч. Есть такая прекрасная программа, которая сейчас есть, а в мои времена ее не было, Пинтерест. То есть там забиваешь слово или фамилию, имя, эпоху, и тебе просто выскакивает. Я там могу сидеть часами. То есть когда меня кто-то разозлил, самое лучшее, я достаю телефон, открываю эту программу и все, смотрю. Там какие-то прекрасные фотографии, Роллинг Стоунс, Вьянка Джаггер. Ну, безусловно, их тысячи, этих прекрасных и муз, и характеров, и рок-звезд, актеров, которые вдохновляют дизайнеров, стилистов. Любая коллекция, это же не работа одного дизайнера, это работа стилиста, консультанта по волосам, прихмахера, по макияжу. И эти люди звезды. У нас почему-то совершенно не уважают, нас не приглашают наших звездных визажистов никуда, когда какое-то происходит мероприятие, там премьера. То есть это у нас считается, ну так, обслуживающий персонал. А в Европе это звезды на уровне Скарлетт Йоханссон. Мне кажется, мы идем к этому тоже постепенно. Мы идем к этому, да. Но пока, то есть, если бы вы увидели, как выглядит Кэти Грант, как у нас все пишут, ну почему стилист так жутко выглядит? А где вы видели, простите, прихмахера с бобетой на голове? Ну да. Или мастера по маникюру с хорошим маникюром, да? Да, с хламой. Здесь надо понимать, что такие люди творят моду. Когда ты видишь Кэти Грант, она просто, ну она сделала, я не знаю, такой вклад за последние 15 лет, такое количество рекламных компаний, такое количество открыла Завиос, так же, как и Карина Ротфельд. Вот. Что, ну, ты просто не можешь в это поверить. И такие фотографы, как, я не знаю, там Марио Тестино, да, который сейчас берет, я не знаю, 500 тысяч долларов, миллион за съемку, в былые времена его открыла Карина Ротфельд. И он снимал во французский гламур, извините, Франк. Франк — это первая страница. Вот. А сейчас это звезда. Ну, у тебя, кроме того, что ты стилист, еще есть проект один, о котором я бы хотела, чтобы ты рассказала. Дочки матери, Катя, автор этого проекта. Ну вот расскажи, что это, зачем и почему это происходит. Получилось стихийно, я ушла с работы, бездельничать я не умею, но я стала выкладывать себя в Инстаграм. И, кстати, Инстаграм завела самое последнее, о чем жалею. Это сейчас огромный инструмент для продвижения. Неважно, что вы делаете, но нужен Инстаграм. И надо его вести профессионально, грамотно, он очень сильно вам поможет. Опять же, продаете вы что-то, творите, или у вас агентство. И я просто стала выкладывать Машу из себя, потом стала выкладывать вот в Интерест звезд, там 60-х, 50-х актрис с дочками. А потом думаем, так, пора заводить отдельный Инстаграм, потому что популярность этого растет. Причем, когда я написала этот хэштег «Дочки матери», не было ни одной публикации. Я была первая, кто в Инстаграме сделал этот хэштег, ну и потом уже понеслась. То есть это было абсолютно стихийно, без бизнес-плана, без всего. Онлайн-проект абсолютно другая история, чем печать. Очень сложно. С одной стороны, легко, с другой стороны, куча вещей, которые тебе, опять же, не подвластны. Такие, как айтишники. Я до сих пор. Мы боремся. Они безумно умные, но для них вот эти люди из мира моды, это какой-то, ну, вообще они не понимают, чем мы занимаемся. Какие там, у нас тут алгоритмы связаны с Прадо. Но если вы задумаете когда-нибудь делать онлайн-проект, то есть вы должны подойти к этому серьезно, с бизнес-планом, с проверенными людьми. И вот фраза «скупое платье дважды» — это абсолютно про это. Вот сейчас мой там соседний подъезд, у меня друг есть, который тебе еще что-то пропишет. Вот мне так прописывали три раза, и в итоге я заплатила в два раза больше, чем изначально пожадничала. Ну, то есть здесь вот вы должны понимать, что нужны профессионалы. Ну, вот ты сейчас много таких моментов говоришь важных. Я думаю, что многие здесь пришедших — это либо стилисты, либо хотели бы быть стилистами. Может быть, скажешь какие-то такие прям вот конкретные советы для начинающих, которые через что ты прошла, прожила и потом поняла, ой, почему же я этого не знала раньше? Очень советую побольше читать, смотреть, интересоваться. Это, безусловно, терпение, потому что в этой профессии… Конечно, не знаю, в каких профессиях оно не нужно, но здесь особенно. И четко просто понимать, что вы хотите. Если вы хотите быть дизайнером, то надо идти ассистентом к дизайнеру. Если вы хотите быть редактором, надо идти редактором. Если пишущим, то надо к пишущему редактору. То есть прям четко бить в цель. Не надо терять время. Но прежде чем бить в цель, надо понять, что вам это нужно, чтобы не терять время. Время самое дорогое, что у нас есть у всех, поверьте мне. Ну и вот так уж у тебя дочка сейчас 12 лет, да? Она выросла у тебя в такой… растет в творческой среде, наверное, знает всех, всех-всех-всех творческих людей города Москвы и мира в целом. Ты бы кем хотела, чтобы она стала? Ну такой вопрос обреченный немножко. С Машей очень забавно, потому что я ее брала во все командировки, поэтому я там встречаю Патрика Дамаршалея, он говорит там «Привет, Маша передавай». Там Дарья Вербул говорит «Как Машуня?». Ну то есть это очень смешно, потому что первым делом спрашивают про нее. Я говорю «Ты моя селебрити маленькая». Она все пробует сейчас, пишет, пытается снимать какие-то ролики, вырезать платья. То есть я ее поддержу в любом ее начинании. Она в сентябре уезжает в Лондон. Пока не знаю, что ее ждет. Все спрашивают, она будет моделью? Не знаю. Она, конечно, метр семьдесят пять в 12 лет. У нее все шансы ей стать. Но что бы она ни сделала, я не буду… что бы она ни решила, я везде ее поддержу. Ну а вот про модель ты сказала. Ты бы хотела, чтобы у тебя дочь была моделью? Если она захочет, я ее поддержу. Я… это адская профессия. Это еще хуже, чем стилист девочки. Поверьте мне. Я смотрю на этих девочек, которые мамой бегают с девочками 15-летними между показами. Это, конечно, что они… То есть только единицы почему выстреливают, самые терпеливые, выносливые. Это как быть спортсменом. Очень тяжело. Это кажется, что это красивая жизнь. Очень тяжело. Особенно, когда ты там 14-летний, 15-летний ребенок, и тебя вот так вот обсуждают на кастинге, что у тебя там жирные ножки, ужасный там нос. Ну, это такое надо иметь, такую закалку, и психологическую, и моральную, и опору, поддержку. Ну, то есть выдерживают единицы. Не просто так. В Нью-Йорк съезжаются просто самые красивые девочки со всего мира. Но становятся звездами единицы. Это не просто так. Это очень тяжело. Ну, и вот я знаю, что Катя сейчас к нам приехала. На самом деле мы ее буквально вырвали из Москвы, из Парижа, из Милана. Она там работает со многими людьми сейчас на неделях моды. То есть ты собираешь, я так понимаю, стиль для каких-то селебрити, для просто там женщин, которые едут на неделю. Расскажи, как это происходит. Вот случается Fashion Week, на которую там кто-то едет. Что-то как? Они говорят, Катя, мне нужно на каждый день луки. Ну, у меня, получается, делится, я, когда стала заниматься фрилансом, разделилась жизнь на несколько вещей. Первое, я по-прежнему стилизую съемки. И вот осенью у меня вышла съемка в японском Vogue, в итальянском и одна в русском. Второе, что я занимаюсь, это я собираю и помогаю со стилем частным клиентам. Ну, например, мне звонят, говорят, Катя, собери меня там в Милан на неделю моды, в Париж и на Каннский фестиваль. Вот я прямо луками собираю, фотографирую, и человек два месяца пропадает абсолютно полностью укомплектован. И третье, я занимаюсь селебрити, вот я недавно стала одевать Хоченкову Светлану, красивая и безумно наша актриса, и очень приятный человек. Потом к нам присоединилась Саша Бортич, это вот в последнем фильме «Меликян про любовь». Причем мы с ней очень смешно познакомились. Я пришла домой, она уже меня ждет дома. Я говорю, Саша, я чего-то тебя не могу вспомнить, какую-то роль в этом фильме играла. И она мне начинает отыгрывать. Она говорит, как ты меня не узнаешь? И она начинает отыгрывать кусок из фильма. Я закрывать схохоталась. Ну, то есть такой творческий подход. Очень приятные девчонки. И боярскую Лизу, но очень редко, потому что она практически никуда не ходит. И такой это нечастый гость в Москве. Ну, наверное, я уже дам возможность желающим позадавать вопросы. Кто у нас с микрофоном? А, микрофон. А кто, руку поднимите, пожалуйста, кто вопрос. Ага, спасибо. Всем добрый вечер. Меня зовут Маша. Я представляю онлайн-журнал «Волна Магазин». Я хочу небольшую ремарку сказать, Катя. У нас не бывает конкретно человека, который занимается чем-то одним. У нас люди, которые работают в журналах, они многозадачники. И сейчас в Новосибирске популярно такое течение, что женщины собираются большими компаниями и учатся одеваться стильно. Но часто на отчетах этих женщин их стиль старит. Они выглядят 45+. Как не состарить себя базовыми вещами? Ну вот здесь как раз подход работает, когда я работаю с частными клиентами. О чем я говорю, что не надо гнаться за модой. Надо очень индивидуально подходить к своим пропорциям, к фигуре. Если в моду вошли 50-е, но не всем они идут. У нас вот когда мы перестанем копировать друг друга, это как раз будет прям очень большой шаг вперед. Дать общий вот такой совет, как не состариться, я не могу, потому что это все очень индивидуально. Кому-то идут джинсы, кому-то они не идут. Кому-то, я не знаю, идет английский стиль, кому-то вообще противопоказано. Это очень так индивидуально и очень такой должен быть прям личный подход в этом вопросе. Но однозначно, что, например, личным клиентам, частным, я говорю, что два гардероба. Один с подружками, там на коктейль, бокс сфотографировал, светскую хронику поставил. Второй гардероб для мужчин, потому что если вы пойдете там в сандалиях Прада, вот с этими камнями, там у меня есть прям топ-10 вещей, называется, как избавиться от парня за 10 секунд. Ну то есть это в моде, это супер, или там с такими вот носами, туфли, мужчины терпеть это не могут. Или старуха шпакляк, Китон Хилл. Китон Хилл на английском, а я называю старуха шпакляк. Вот такой каблучок, мужчин трясет просто. Они говорят, что это такое? А это супер в моде. Поэтому один гардеробчик там селины, все такое для моды, а второй гардеробчик для мужчины. Достаем платье от Салая. То есть выбрасывать не нужно. Вот у меня одна клиентка, у нее все в перех стразов. Я говорю, вот это все забыли, это все носим дома, перед любимым мужчиной. Она говорит, ну это стоило там миллион рублей. Я говорю, отлично. Прямо вот все свои бриллианты, камни, вот это все, сталактиты, все расшито, все перед мужчиной. Я говорю, а вышли из дома в Селин. Ни одного камушка, все, минимализм, залезалось, никакого макияжа, все. Девочка сейчас вот просто во всей светской хронике, во всех съемках, базар, в ВОК. Не скажу. И я очень довольна, потому что я четко знаю, как добиться того или иного результата. Как начиная там понравиться мужчине, заканчивая понравиться журналу ВОК. Но это две абсолютно разные истории. Вот кардинально, противоположные. Особенно в России. Спасибо. Еще, пожалуйста, если у кого-то вопросы, руку. Спасибо большое. Добрый вечер. Меня зовут Александра. Я сюда ехала, ехала и наконец-то приехала из другого города, не из Новосибирска. Я работаю стилистом, работаю с клиентами, веду семинары, мастер-классы, после которых, не знаю, возможно, какие-то… Ты про вас говорила? Не знаю. Я бы хотела поинтересоваться все-таки вот на данный момент, кто вдохновляет вас? Может быть, это какие-то последние съемки или чем вдохновляетесь? И хотела бы все-таки по поводу вашего стиля уточнить, как вы его определяете для себя вот в данный момент. Я понимаю, что мы все в поиске. Там пять лет назад, три года назад и сейчас это могут быть… Ну, может быть, не кардинально, но какие-то изменения все равно происходят. Стиль, он эволюционирует даже у одного человека, даже тем более у стилиста. Но хотелось бы вот все-таки поподробнее вот здесь остановиться на определение вашего стиля, что сейчас и кто вас вдохновляет. Спасибо. Ну, по поводу… Спасибо за вопрос. По поводу вдохновения, то очень много стилистов, опять же, как Карин Ротфельд, которую, ну, просто бесконечно хочется разглядывать. И много молодых, как Вероник, забыл ее фамилию, они всегда парой ходят с мальчиком. Я так не смогу повторить, то есть я так не буду ходить, но я люблю этих людей разглядывать. Вот Мирослава Дума там тоже. У нее был один стиль, сейчас она его резко поменяла. И она больше сейчас одевается в французском стиле, как Каролин Демегре. Вот Каролин Демегре… Наверное, если описывать мой стиль, то он больше французский. Вот как одевается французский вог? Это было всегда, и что бы там входило, не выходило из моды, это вот больше мое. Такой немножко пацанский вариант. Или костюмы, или драные джинсы, косухи, матроски. Если меня вы видите там в каких-то бешеных цветочках, это значит, я поддерживаю… Не обязательно отечественного, не обязательно. И не отечественного тоже, но кого-то поддерживаю. Причем искренне я всегда говорила, и буду говорить, и буду поддерживать, потому что если мы друг друга не будем поддерживать, то простите, кто? У нас мы просто привыкли друг друга там вечно. Наоборот, говорить как-то за спиной не очень хорошо. Ну вот, мне кажется, пора как-то гордиться. У нас безумное количество красивых, успешных моделей. Наконец-то дизайнеры выстрелили, которые продаются в лучших магазинах. У нас потихонечку подтягиваются фотографы, стилисты. Ну, наконец-то, не прошло и 20 лет, появились люди, которыми можно гордиться. Поэтому здесь как раз я наоборот полностью. Даже если там что-то… Я все равно стараюсь… И ювелиры, там Расковалова, Аксенов, Гайдамак. Все больше и больше, ну, просто приятно. Вот здесь я… То есть если что-то не мое, это, ну, потому что, вот, потому что. А второе… А, ну, я, в принципе, ответила на два вопроса. Ну, вот французский стиль, Ванесса Паради. Вот это мне все очень близко. Вот мне вот нравится. Тренч, джинсы, вот прям такой бойш. Это как раз не Россия, вообще не Россия. Мне кажется, Россию все больше и больше дэмошек одевают. А еще вот этот Danish girl, как датская девочка, как… Да, вот как он там вот этих всех кимоно, балахоны. Ой, у меня столько вот такая коллекция кимоно. Но я выгляжу как в халате. Вот прям утром встала и пошла, не переодевшись. А вот сейчас у нас весь сезон на комбинашках и пижамах. И вот поверьте мне, все будут носить. Все как одна будет утром вставать и идти в этой пижаме. Вот вы увидите, помяните мое слово. Это все стилисты. Стилисты. Кто-то что-то там где-то как-то… У кого-то случайно, у кого-то специально. Потом очень стрит-стайл начал влиять. Раньше его не было. Раньше все одевались как Сьюзи Менкес. Ну как бы все в черном, в темном. Не было такого на показах. Никто не наряжался. Все там бегали. И иногда смотришь на свои фотографии, которые на стрит-стайле. Думаешь, руки выдались, зачем ты это сделал. Но потому что ты замоченный. У тебя 15 встреч, 15 показов, 15 презентаций. Еще надо фотографу убедить, что ему надо снять обложку. И ты вот в этом виде бежишь, опаздываешь, языком на плече. И тебя чик, и потом раз. И, конечно, ты выглядишь на фоне остальных, кто приехал только, вышел с макияжем. Кого Катя Мухина собирала, да? На фоне вот этих, да? Вот. Более того, девочки приезжают со своим визажистом. Вот мне очень нравятся комментарии блогеров. Когда там, какая красивая Шарлиз Терон. Да, красивая. Потому что ее просто два часа накрасили, причесали, надели, и она вышла. И тут бежишь ты, дулись какой-то, с языком на плече, с одного места в другое. Тебя чик, какой кошмар, как этот человек моду делает. Ну, если любого человека взять и поработать над ним несколько часов, а тем более такие топовые мастера, как работают над голливудскими звездами. То есть, я тут, кстати, видела материал, на днях выложили на сплетнике. Оскар другими глазами. И там ЧБ-фотографии, половина народа, вторые подбородки, морщины. Ну, просто ужас. И думаешь, вот, вот они на самом деле обычные люди, ребят, обычные. Наверное, единственный человек, который меня просто поразил, это фигура Дарьи Вербовой. Она когда разделась, я готова была в окно выброситься. Думаю, все, жизнь кончилась. А все остальные обычные люди. И целлюлит есть, и морщины. Как мы. Просто над ними работают сначала топовые визажисты и прихмахеры, а потом фотошоп. И потом люди сравнивают там обычного человека со звездой. Да, вот этот кошмар, а вот такие красавицы бывают. Ну, просто изначально нечестный бой. Это как с Майком Тайсоном вы выйти на ринг и удивиться, что тебя просто в нокаут сразу отправят. Слово о целлюлите, просто вспомнила ситуацию. Один раз я была на показе Дольче Габбана, и идут модели вот эти все в купальниках, и что-то они со светом там не поладили. И я увидела ужасное. Идет просто стадо моделей и трясутся своим целлюлитом. Я думаю, вот она, реальная жизнь. Так что, девушки, вообще не комплексуйте. Нет, свет — это 50% успеха. Топ-модели, топ-модели. Давайте вспомним все примерочные. Мне кажется, вот каждый выходил хоть раз в жизни с примерочной и с испорченным настроением. Просто выходишь, думаешь, боже, корова, какие шмотки. Я не понимаю, почему в примерочных не делают нормальный свет. Ну, надо сказать, нормальный свет. Тебе понравился свет у нас? Мы работали над этим. Ну, вот 99,9% — это же ужас. Ты выходишь оттуда со слезами на глазах. Я прямо не шучу. Это все вот свет. Так же, как мы все знаем, все делали селфи. С одного угла хорошо, с другой стороны ни одной морщины вообще. Лицо гладкое, как с обложки. Свет. Все вот эти хитрости. Ну, потом, например, кто-то начинает снимать снизу. Мне говорят, зачем? Я говорю, вы меня снизу снимаете. Чтобы ноги длиннее были. Я говорю, спасибо, они у меня и так длинные. Вы мне вторую ряху. Понимаете? Ну, как бы снизу вот так вот вас снял, вот с таким десятым подбородком стоишь. И потом, а-а-а, там разжирела корова, тра-та-та. Ну, понимаете? То есть, ну, единственное, что в нашей профессии нам всем нужно — чувство юмора. Поэтому, если вы… У кого нет чувства юмора, мои статьи, наверное, вот тут разобрали по полочкам. Мои все колонки, опять же, на сплетнике на тему «Какая плохая мать», потому что я там вспомнила все смешные шутки, связанные с Машей, но, естественно, там немножко преувеличила. Народ искренне просто подошел серьезно, как к анализу произведения, не знаю, «Отцы и дети», «Война и мир». Они каждую строчку проанализировали, там, где Маша вышла в колготках, где там я ее не вспомнила, букву ее там класса. Ну, в общем, чувство юмора, ребят, нам очень нужно, да. Когда оно отсутствует, все, вам не в стилисты, не в дизайнеры, лучше сидеть дома. Пожалуйста, еще вопрос. Катя, примите миллион комплиментов. Действительно, очень приятно за вашим инстаграмом смотреть. Очень чувство юмора тончайшее, и действительно, очень всегда смешно бывает, задорно. Комментарий не читаю, не знаю. И личный такой интерес, всегда с сестрой думаем, чем Катя занимается, балетом или гимнастикой, и с какого времени, и сейчас я знаю, пилатесом, ну и что еще. Как себя в форме держите, потому что тоже комплименты, прекрасно выглядите. Спасибо. Спасибо большое. Значит, ребят, не переживайте. Мои задирания ног, это я просто мастер спорта. Это невозможно сделать за два месяца. Просто вот 10 лет каждый день по 5 часов. Поэтому у меня вот так вот поднимаются ноги, я встаю в мостик. Я не пытаюсь повторить Анастасию Волочкову. Если у кого-то есть этот вопрос, мне его задают периодически в инстаграме. Там, фу, вторая Волочкова. Нет, не претендую. Но действительно стала заниматься пилатесом. Мне порекомендовала Даша Велидеева. Она вот крестная моей дочке, мой близкий друг и такой мой наставник. Это она мне дала совет. И для девчонок, мальчикам, наверное, неинтересно. Действительно очень хорошо подтягивает тело, мелкую группу мышц. И за два месяца просто приводит в такую форму, от которой я сама пришла в шок. Потому что даже в институтские годы у меня не было такой формы. Еще пробовала КПР. Очень классные. Ну, это такой микс восточных единоборств и танца африканского. Но опасность. Очень сильно раскачиваются вот эти мышцы. Такая Валентина Зеляева есть топ-модель. Она была лицом Ральф Лорен десятилетиями. И вот она меня подсадила на этот спорт. А потом резко бросила, потому что она перестала влезать в сэмплы модельные на подиуме. Она говорит, Катя, у меня ноги просто раскачались так. То есть есть здесь плюсы и минусы. Настроение поднимает, но и ноги поднимает тоже сильно. Вот так на диете не сижу, все ем. Поэтому настроение у меня всегда хорошее. Выпиваю. Не курю. И можно еще. Вот с этой связи мы делаем одежду для хореографии, активного образа жизни. Какой ассортимент вам бы был интересен? Знаю, вот комбинезоны вы носите. Комбинезоны, я считаю, что это самое красивое, что может быть. Я покупала это в Гришко, по привычке. Вот просто комбинезоны, я безрую, здесь вот как маечка, алкоголичка. Это прям самое, что может быть. И подлиннее. Подлиннее, да. На высоких, да. Понятно. Спасибо большое. Вам спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Добрый вечер. Ольга, привет. Привет. Катерина, здравствуйте. У меня на самом деле к вам два вопроса. Первый. Где вы все-таки черпаете свое вдохновение? Потому что при таком наплыве эмоций вам все равно нужен какой-то источник, кроме Пинтереста. Правильно? Не поверите, там и в кино. И второй вопрос. Слышно, да? И второй вопрос. Можете ли вы рассказать о самом своем, не знаю, удаче? Все равно не бывает в жизни. Если вы можете. И что вы с этим делали? Как вы справлялись? Ну, на первый вопрос. Я очень люблю кино. У меня, наверное, около тысячи дисков. И на все дни рождения, там, свадьба. Я всегда просила, подарите мне фильмы Висконти, Антони, ну, не знаю, вот Феллини. Ну, вот все, что было самое великое в 20 веке. И когда ты смотришь кино, у тебя автоматически выскакивает, вот это я хочу сделать. И у меня часто даже было, что я Вике Давыдовой говорю, Вик, давай это снимем. Она говорит, чуть позже. И через полгода у французского ВОК выходит вот эта тема. Ну, то есть это все, все мы ходим одними тропинками и дорожками. Потом альбомы старых фотографов, и надо смотреть певцов, певиц, там, не знаю, вот там, Кейт Буш, например, не супер популярная в массы. То есть она не Майкл Джексон. Но, тем не менее, если начинаешь листать ее фотографии в 80-х, когда она еще пела дуэтом с Питером Гэбриэлом, ты столько просто там находишь ни на кого не похожего, и, ну, прям потрясающе. Выставки. Мы с Машей всегда ходим на выставки. Вот мы приезжаем в любой город, первым делом она ноет, возмущается, а потом раз сидит, что-то рисует. Что рисуешь? Ну, вот сегодня увидела это, вот решила повторить. То есть выставки, выставки, и не включая телевизор. То есть это для меня страшное дело. Телевизор, потому что это просто только отвлекает от прекрасного. Много книг, альбомов покупаю. Но у меня квартира похожа на склад, то есть в этом есть опасность. В этом вдохновении есть риск просто оказаться на складе. А второй вопрос, простите, забыла. Ну, вы как практикующий стилист, который работает с частными клиентами, было ли у вас такое, что… Удача или что-то? Неудача. А, неудача. То есть вы собрали образ. Да, и… Конечно, было. Я вам скажу, что неудача есть у всех. И в съемках такие были провалы. Я еще очень самокритичная, очень, несмотря на свои там хи-хи-ха-ха. У меня были провальные съемки, у меня были провальные интервью, провальные номера, обложки. Все было. Вот надо в этот момент найти в себе силы, чтобы понять, что в творческой профессии это нормально. То есть стабильности не получится. Это не математика. И не уйти в депрессию. Очень тяжело, если честно. Потому что когда ты там… Ну вот, например, у нас была обложка Алины Кабаевой. Как она делалась, я не буду говорить, но там стояла моя фамилия. Ну, стояла. Позже я за эту Кабаеву выслушала, наверное, год. И про это золотое платье, которое Алина выбрала. Но она селебрити. Она… Тот человек, на селебрити очень тяжело давить. И порой они принимают сами на себя риск, принимают участие в съемке больше, чем нужно. Риск. Ну вот так вот было. То есть таких провалов было много. Хотя я про Алину говорю не как про провал, а про то, что сколько было там, например, переживаний на эту тему, сколько было плохих. Еще такой момент. Любая съемка или там любой продукт, 50% сказали ужас, 50% похвалили. Это надо просто понимать. Мы не там 100-долларовая купюра, что всем нравится, и не сумка Шанель. Это нормально, что кому-то нравится эта съемка, кому-то нет. Кому-то нравится эта модель, кому-то нет. И у нас в России больше плохих комментариев и критики, чем за границей. То есть если даже себя находишь на блогах там, тебе присылают линк. Я никогда не… Я даже не знаю, где это искать, мне всегда присылают. Я открываю, и там 120 комментариев. О, какие русские красивые, как красиво тут соединило. Когда открываешь у нас, там просто кошмар. И откуда ты такой урод взялась? И кто за тебя заплатил? И ну просто ты читаешь, думаешь, господи, что с вами? То есть это надо понимать и не сильно расстраиваться. У нас жесткая критика, и чаще всего несправедлива. То есть или, ну, может быть, справедлива, но больше такой вот отрицательной критики, чем, например, за рубежом. Там больше люди восхищаются, делают комплименты. Ну, то есть это… Я первое время с ума сходила. То есть вообще просто… Там билась головой об стенку, не понимала, ну как так, ну красиво же. Ну что же это такое? Почему люди так не восприняли? А потом я вообще… Говорите сколько хотите, собака лает, караван идет. Спасибо. Вопрос. Что вы можете сказать о тренде сочетания дорогого с дешевым сейчас, который многие… Очень нравится. Всем советую. Это круто. И поконкретнее, если можно. Ну, надеть тот олук, это как бы особо ума не нужно. А обыграть все это, и все звезды прекрасно покупают вещи в топ-шоп, в Заре, Other Stories, и все это миксуется с Шанель, я не знаю, с Диор. Вот это здорово. Это такой настоящий стрит-стайл. Он таким и должен быть. Просто одеть тот олук, я в Шанель, снимите меня, это не стрит-стайл. Стрит-стайл это такой вот прям творческий подход. Но это обычно должны быть дорогие аксессуары и чип-одежда. По-разному. По-разному. Это просто должен быть микс и того и того. И это на ваш вкус. Аксессуары – очень сложная история. Очень. Я вот, например, тренд был такой осенью, мы его называли ВОК – барахольчица. Это как раз Гуччи, что вы себе представляете. Тут береточка, тут бантик, тут брошка, тут очки, сеточка. Вот как у бабушкина сундук. Тут все сумасшедшие. Ну да, городская сумасшедшая. Очень круто. Но вот я так не умею. Я так вообще не умею. Вот я каждый раз смотрю и думаю, вот как он здорово все это миксует. Но это надо прям такой… Во-первых, в России мало кто умеет делать. Ну вот, наверное, Тровникова может так стилизовать, Гольденберг могут так стилизовать. У них это получается прям классно, не пошло. Очень классно. Но это единицы. То есть такая вот, как чувствуешь неуверенность, лучше… Всегда нас учили ВОК – лучше не до, чем переборщить. То есть это вот основное было правило. Спасибо. Пожалуйста, еще микрофон. Ага, вот у нас вот здесь. Добрый вечер. У меня два коротких вопроса. Первый – как вам удается совмещать такую успешную карьеру с материнством? И второе – как вам люксы? Как вам люксы? Это вот это. Я… Давайте со второго начну. Что мне… Я просто под впечатлением от уровня и выбора, и архитектуры, очень здорово, правда. Молодцы, приятно, прям гордость берет, что у нас в России все больше и больше таких концептуальных и со вкусом. Правда здорово. На первый… Уже забыла о материнстве. Машу везде с собой брала. Вот самое главное… У меня мама просто тоже была командировочная, а я росла с бабушкой. Вот поэтому я приняла решение, что вот везде, где я могу брать с собой ребенка, я буду брать. И максимально… То есть я получаю втык от директора школы, от преподавателей. Директор школы уже подписан с главным классным руководителем на мой инстаграм. Они отслеживают, где мы, если мы не появились на следующий день после каникул в школе. Ну то есть прям уже серьезная идет история. Но я максимально… Вот лучше эффективно провести там, не знаю, с ребенком… В любую… Но на показы, например, я Машку брала один раз на кутюр, потому что там все спокойно. На обычные показы, например, которые вот пуф и завтра я улечу, я уже не буду брать, потому что там реально по 15 встреч. Просто ребенка с собой таскать, сидеть на стуле – это нечестно. А так на равных еще общаться. Вот просто на равных. Маша, а что ты считаешь? А как тебе? А нравится ли тебе? То есть она высказывает свое мнение. У нас никогда оно не совпадает. Абсолютно другой человек энергетически. Вот много спорим, ругаемся. Но, тем не менее, это жизнь. У нас поэтому вот такой вот контакт. С одной стороны мы разные, с другой стороны у нас контакт. Спасибо. Пожалуйста. Кстати, можно я дополню французском ВОГе? Вот Америка, они чуть-чуть необычные люди. А французский ВОГ у всех, начиная от главного редактора, по двое-трое детей. Вот Карина Ротфель внучка, то есть у нее двое детей, Владимир и Джулия. У Джулия дочка, они везде летом. Вот мы там чуть подальше от Ниццы, в горы, есть такой отель, спа-отель. Она каждый год, месяц отдыхает все вместе с детьми, с внучкой. Они туда приезжают, они ужинают, разговаривают, обсуждают. То есть это вот настолько качественное общение, которое прям вот качественное общение. Поэтому все мои подруги взрослые, у кого взрослые дети, потрясающие, воспитанные, успешные, я наблюдаю, как они общаются, родители с детьми, я понимаю, что это не просто так. Это не то, что вот прям чудо свершилось, заплатили много денег там за дорогую школу, и вот поэтому вот так. Нет, это исключительно внимание родительское, которое регулярное, даже несмотря на то, что у родителей может быть карьера и у папы, и у мамы. Французский ВОГ у всех дети, у всех стилисток, редакторов, у всех, у всех. То есть Европа и англичане такие же. Самое интересное, еще в Европе, на самом деле, у них очень правила по уходу в декрет, очень жесткие. Например, в Италии это три месяца, через три месяца ты обязан выйти на работу. И они все, ну вот у меня подруга, она, например, пиар очень известного бренда, она три месяца родила, вышла на работу, она там с утра до ночи на работе делает показы, при этом у нее с дочерью там супер отношения, и она с ней каждый вечер сидит, разговаривает и так далее. Ну то есть главное не количество времени, а качество, наверное, то, что я хотела сказать. Книга как раз «Почему французские дети не плюют с едой», я наполовину книги бросила, потому что вот то, что там написано, действительно так живут все из мира моды в Европе. То есть они, ребенок делает все то же самое, что взрослый, ест уже еду, то есть там нет такого, как у нас, чепчик надели, все, значит, пюрешечку сделали, там немножечко другой подход, хочешь сыр, на, пробуй сыр. То есть и дети более самостоятельные. У нас там «Ой, на пол упал, соска упала», вот это все, я такая же, вы не думайте. У меня сейчас Маша едет в Лондон, я в ужасе думаю, как она постирает себе, как она там, а вдруг она будет плохо питаться, или там замерзнет. Ну, я просто сама ругаюсь над таких мам, а я сама такая же, я ее достаю страшно, шарф одень, носочки дополнительные, шапочку, почему ты без шапочки? Ну, то есть это ужас, но мы вот так воспитанные, нам надо немножко меняться в этом отношении, давать детям больше свободы, больше им доверять. Эту тему могу бесконечно говорить, поэтому давайте другой вопрос. Сейчас я. Добрый вечер, Катя. Мы из Томска, мы представляем тоже один магазин классной модной одежды премиум-класса, и я хотела у вас спросить, был ли у вас опыт работы стилистов, может быть, в подобных заведениях, в магазинах или каких-то department stores и так далее. И что вы посоветуете, например, ну, к примеру, будучи вы байером, что привозить, чтобы продавалась какая-то была коммерческая составляющая, в то же время был бы какой-то определенный рост с точки зрения оформления внешности гардероба. Я уже как бы знаю, ну, со своей стороны ответить на этот вопрос, ну, вот хотелось бы услышать ваше мнение. Я как байер никогда не работала и не буду, признаюсь честно. Это, конечно, тоже профессия, которая заслуживает уважения не меньше, чем модели. Очень сложная профессия, потому что мы не несем вообще ответственность ни за что. Редактор сделал съемку, плохую, хорошую, все там откомментировали, ну, и все равно продали. Как говорят журналы, это живет только месяц, потому что потом о нем все забыли. А здесь-то бизнес, и ты должен продать. Большая ответственность. Ну, мне кажется, да, я в магазинах работала, в Казахстане, в ЦУМе, из Гуччи, Шанель, абсолютно разные клиенты. Здесь нужно четко подходить, отталкиваться от клиента, потому что разный подход, желание, вкус. Что касается закупок, это должно быть 50 на 50. То есть базовые вещи и яркие вещи сезонные. То есть и так же гардероб должен строиться по-хитрому. То есть если все покупать кричащее новое, ну, это можно разориться. А если покупать каждый раз по серому свитеру, ну, это немножко получается... То есть правила в России те же, что и действуют, например. Да. А если говорить, например, о маленьком провинциальном городе? Но, вот хотела как раз прокомментировать, что, например, арабский рынок, мы все понимаем, это закрытый, там, да, длинный рукав, специально для них шьются бренды делают специальные какие-то, там, адаптированные под их рынок платья вечерние. Там, если, например, в России, там, наоборот, тут, там, разрез побольше, рукав оторвали, там, лямку отрезали, да. В Америке вообще все по-другому. Ну, там, один ювелирный дизайнер, там, консультировался, ему сказали, что, ой, там, делай лучше, там, ну, к примеру, там, серебро или, наоборот, золото. Это не продается. Производи вот эмаль. Ну, вот, к примеру, да. То есть там, говорит, четко специфика рынка. И чтобы ее понять, то здесь, конечно, нужно нанимать профессионалов, которые должны давать анализ и оценку. То есть вот так вот стихийно, как я дочке матери открыла, это не про это. Прямо реально нужно подходить серьезно. То есть как продать, это то же самое. Не важно, как вещь выглядит, ты должен ее снять так, чтобы ее журнал открыли, эту вещь захотели. Вот так же здесь. То есть неважно все проблемы, там, бизнеса, рынка. Здесь самое главное в итоге продать, чтобы магазин заработал. Ну, как бы все мы делаем бизнес. То есть это все не игрушки, это все серьезные вещи. И люди на это тратят. Поэтому я всегда свою команду учу, что хихиха-хай, это, конечно, хорошо. Хотите заниматься творчеством, идите в Independent Journal, пожалуйста. Где там тираж 5 экземпляров, вот занимайтесь творчеством. Если начальник сказал, там, надо поддержать VDP, такой есть бренд итальянский, да, мы весело и дружно поддерживаем VDP, причем с улыбкой на лице. Вот, ну, как бы есть какие-то нюансы. И, кстати, вот итальянский влог. Я у них запрашиваю бренд-лист на съемку. Наоборот, я им отправляю свой выбор. Там было около 50 брендов. Мне срезали 30 и написали, что мы не хотим эти бренды для этой истории. Точка. Бескайд Регардс, там, Бест. Все четко, точка. Если ты снял то, что они не хотят, они просто берут и не ставят этот кадр. Там жестко. Это у нас все. Ой, ну, пожалуйста, не мог бы ты там. Ну, вот, может быть, эта вещь тебе понравится. Нет, там такого нет, там жесткий бизнес. У нас все там бегают. Мы бегаем как няня с ассистентами. Что-то умоляем их. Ну, пожалуйста, ну, может, с этой стороны посмотришь. Вот, нет, там очень жесткий бизнес. Кто дал рекламу, тот получил поддержку. Кто не дал рекламу, до свидания. То есть я туда пыталась так аккуратненько там Газинскую, Артемову, Воковшей, всех моих любимцев просунуть. Их всех быстро срезали. Просто через секунду мне пришел ответ, где в этом списке были только рекламодатели. Спасибо большое. Ну, и буквально пару вопросов. Отразился ли критис на вашей работе? На моей нет. Потому что это так же, как с люксом. Люди, которые покупают люкс, покупали, ну, то есть они это делали не на последние деньги, будьте здоровы, они это делали не на последние деньги и продолжают покупать люкс. Больше масс-маркет просел. Ну, то есть мы с вами, вот люди, которые там на зарплату живем, вот как бы вот эти люди, да, просели. Поэтому мой клиент это как раз люкс. На мне это никак не отразилось. Пожалуйста, еще есть? Ну, кризис везде. Это правда. Добрый вечер. У меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, Катерина, как получилось так, что вы стали привносить моду для детей, в частности, канал Disney? И второй вопрос. Вспомните, пожалуйста, ваш самый любимый новогодний костюм из детства. Новогодний костюм из детства у меня был один раз. Я была снежинкой. Споткнулась, упала, разбила себе, сломала нос, который у меня до сих пор на одну сторону. И вот с такой зеленкой я, в принципе, принимала участие. А вот как раз с дочкой было очень интересно. Она несколько лет сходила с ума по тиграм. Левятам, тиграм. Король лев, вот эта вся история. Поэтому на тот момент мой бойфренд Слава Филиппов весь декабрь месяц искал костюм львенка. Он его нашел. То есть раньше это была серьезная история. А если говорить вообще о костюмах, то, наверное, самая красивая история – это история Жанна Ван-Ван, которая стала дизайнером, начав шить конновальные костюмы для дочки. Это так мило. Это вот как-то… Прямо сразу хочется творить в этот момент. А второй про Дисней. А про Дисней прекрасный канал. Очень рада, что я присоединилась к этой команде. Очень профессиональные люди. Как говорится, мечты сбываются. Хотела телеведущей быть. Пожалуйста. Сейчас, конечно, это очень тяжело вписывается в мой график, потому что когда ты приходишь на съемку, ты четко там. Ну-ка, быстро все встали, собрались. Никакого обеда. Там нет такого. Все зависит от операторов, продюсеров. Ты детскую передачу какую-то ведешь? Да, детскую программу «Правила стиля». Мирослава меня попросила это делать, потому что это программа совместно с бюро. И я начала это «Ну хорошо, так и быть буду». Как-то два года уже веду. Правда, я и убегала со съемок. Что там только не было. Мы в пять утра заканчивали. Я просто скакивала, выбегала, говорила, «Все, я больше не могу». Ну, то есть это прям труд. В своей профессии я уже как рыба в воде. Я там… Вещи не пришли. Ага, сейчас что-нибудь придумаем. Ага, тут порвали. Ничего страшного. Тут закололи, там перешили. То есть ты настолько комфортно себя чувствуешь уже за 15 лет карьеры. А там все это новое для меня. И, конечно, непросто. Телевидение – это непросто. Но прекрасный канал. Я рада, что он у нас есть в России. Я теперь популярная среди детей. Директор школы теперь знает, как меня зовут. Пожалуйста, давайте еще несколько вопросов. Добрый вечер. Меня зовут Денис. И я хочу… Мой вопрос связан с устройством на работу. Что нужно для того, чтобы тебя взяли работать стажером в модный журнал? И можно ли начать карьеру стилиста с работы консультантом в магазине, который… Ну, к примеру, люксе, вот… Это просто два разных направления. Потому что консультантом – это вы идете одной истории, да, то есть сначала консультантом, потом продавцом, менеджером или, там, не знаю, байером. В моей истории, да, у нас очень много… Я начинала вообще с нуля. Вот вообще. Дашка сказала, ты не хочешь в журнал пойти? Ну, можно подумать. То есть все мои ассистенты, я их нашла стихийно. Это не… То есть очень важно… Вот, кстати, важный момент. Приходит ко мне человек на собеседование. Вообще очень люблю, когда ко мне приходят на собеседование девушки на таких шпильках, короче, приехали на водители, сумка Биркин. Я говорю, вы точно хотите быть ассистентом? Да. Вы понимаете, что надо вставать в 5 утра, в 6 утра? Да, конечно. Ну, отлично, говорю, завтра начинаем. Она говорит, а сколько? Я говорю, ну, в 5 утра выезжаем. Я говорю, только обувь поудобнее оденьте, потому что нам тягать, говорю, мешки придется. Да, я буду. 12 ночи. Ой, вы знаете, Катерина, я завтра не смогу. Я думаю… Ну, то есть надо адекватно оценивать, что придется просто пахать, вот просто пахать. Это раз. Два. Надо быть вежливым. Когда ко мне человек приходит, парень, я помню, пришел на собеседование и там… Ой, ты, Кать, у тебя классная квартирка. Я сижу. Я говорю, я вам перезвоню. Я дверь за ним закрыла, просто на все чеколды, потому что на такое понебратство. Ты сразу понимаешь, что вот он придет в Шанель в компанию и сразу начнет тыкать пиар-директору, женщине, которой 40-45 лет. То есть какие-то такие нюансы, есть правила вообще принятые, но это даже, мне кажется, момент какого-то воспитания, я не знаю. А так это все реально. У нас нет никаких протекций. Все вот так сарафанное радио. Возьмешь мальчика, возьмешь девочку. Поэтому вот присылают резюме, приходят. Ну вот обычно много народу отваливается, просто не выдерживает этой нагрузки. Присылайте резюме, в общем. Присылайте резюме. А портфолио, допустим, какие-то съемки, которые… Забудь. Сразу. Вот лучше пойти ассистентом и заново всему учиться. То есть можно приехать в Москву и пойти в журналы. Да, да, да. Вот прям отправляйте везде резюме. Можете мне отправить резюме, то есть попробовать. Но, знаете, тут такой нюанс, что на первом этапе немного платят. То есть очень маленькие зарплаты. Иногда бесплатно работаешь. То есть это… и я это приходила. То есть это не то, что все вот так, а у меня вот я пришла, и мне сразу, а вот тебе там зарплата, карточка корпоративная, водитель. Нет, этого не бывает. Везде какой-то происходит рост. Вот здесь, то есть надо вам оценить, ну, как вы сможете там снимать квартиру, да, как там… С учебой, например. Да, да, да. То есть здесь такой момент, надо просто заранее продумать эти нюансы, чтобы не получилось так, что просто не на что будет жить. Я вот недавно, буквально несколько дней назад узнала, что в бюро, да, в их офисе, вот девочки, которые сидят там, новости загружают, все, у них зарплата 15 тысяч рублей. 15 тысяч рублей, бюро 24,7. Так что знайте, когда поедете, где вы будете жить. Ну, все относительно, но сейчас зарплаты в нашем бизнесе очень низкие, прям очень низкие, даже в Москве. То есть я не представляю, как можно выживать, растить ребенка, снимать квартиру, оплачивать детские сады. И у меня вот сестра, она гораздо меньше, чем я зарабатываю, у нее 4-летняя девочка, она мать-одиночка, и как бы непросто. Она работает на трех работах. Онлайн, она больше специализируется на онлайн, она редактор и стилист. И это очень непросто. При этом мы москвички, нам есть где жить, у нас родители в Москве. Мы не следим ни на чьей шее, мы сами себя обеспечиваем. Ну, вот это очень непросто. Это надо, то есть, все заранее продумать. Но у меня на факультете все мои одногруппники, телевизионные группы брали только людей с опытом. А с опытом 17 лет на телевидении могли быть только с региональным телевидением. Поэтому все практически были с регионов. Я была единственная, кто из Москвы, и у меня не было телевизионной никакой. Просто мне повезло, что меня взяли. Как-то ребята там жили в общежитии, где-то подрабатывали. Я смотрела, вот они, то есть, я была абсолютно такой птенец в таких вот розовых очках. А ребята уже вовсю 17 лет, у них была практика параллельно. То есть, вот тут еще такая смекалка должна быть. Присылайте, с чем смогу, помогу. Спасибо. Так, еще есть вопросы? А вот здесь девушка еще. Наверное, вот один и еще один, и закончим уже. Катя, здравствуйте. У меня, как у всех, два вопроса. Первый, еще один, по материнству. Когда Маша была младше, совмещая работу и материнство, где вы черпали энергию? Ой, это все молодость. У меня уже такой нет энергии. Я сейчас на Нярославу смотрю, узнаю в ней себя. Вот эти ночные перелеты. У меня не было ни 8 марта. 8 марта у нас всегда в Париже на показах. Не было 3 января, потому что 3 января открывается офис, все офисы в Европе. У них заканчиваются праздники рождественские. И мы начинали просто работать. И самое главное – любить свою профессию. Вот я сейчас была в Индии, и очень интересную вещь сказал монах, что важно все, что ты делаешь в этой жизни, со страстью, чтобы был passion, но не путайте с obsession. Понимаете, когда это превращается уже в наваждение, в какое-то безумие, это уже плохо, перебор. Но когда ты любишь что-то и действительно в удовольствие делаешь, у тебя энергия откуда-то берется. Вот, наверное, ничто так мне не давало энергию, как раз как Маша и моя работа. Я потом немножко устала. Объясню, почему. Я делала три релонча. То есть, когда я пришла в Мари Клер, там всех уволили. Я пришла с Леной Сотниковой, и кот слушала, какие мы с ней две там. Притом, что не я увольняла. Меня наняли как сотрудник, я здесь была абсолютно ни при чем. Потом мы пришли в Эль из Мари Клера, тоже с Леной Сотниковой, по той же схеме. Там так же всех уволили. И я пришла, и тоже вот эта вот негативная энергия, и когда ты поднимаешь журнал, когда ты начинаешь с нуля, гораздо проще, чем когда ты поднимаешь с минуса. Начинаешь разгребать, ходить с прикламодателем, убеждать, что журнал будет другим. Просто Мари Клер, когда мы пришли, там были вклеены прокладки, знаете, такие самые памперсы, вот такие, там 10 капель. Мы эти прокладки отрывали, чтобы идти к рекламодателям, Луи Виттон и Шанель, и говорить, что у нас теперь фэшн-журнал. Или были такие международные проекты по франчайзингу. Мари Клер обязан каждый месяц синдицировать международные проекты. Вот у нас в феврале был, как сейчас помню, первый мой февральский номер был, проект «Мужские пенисы». И вот фотографии на разворот, там 10 мужиков голых, обычных, с пузом. Я вот с этим, с лезвием аккуратненько вырезала эти две странички, аккуратненько эту прокладку срезала. И шла вот, минус три страницы, шла вот, понимаете, очень столько энергии нужно было тратить, что да, мы теперь изменимся, у нас теперь будет все классно. А потом был ВОК. Всегда был иностранный фэшн-директор, иностранцы, везде. А тут русская пришла. И вот попробуй теперь всем докажи, что ты чего-то стоишь. И опять эту стену лбом проломить пришлось. И я в какой-то момент поняла, что все, я больше не могу. Когда меня позвали опять уже главным редактором в один журнал, она сказала, нет, у меня нет больше сил поднимать и менять, релончи делать, просто вот я поняла, что я устала. Вот я сделала три релонча в течение пяти лет. И второй вопрос. Как вы относитесь к тому, что сейчас в Америке, в Европе, постепенно в России многие бренды начинают приглашать блогеров в качестве стилистов, и блогеры приходят как раз без подготовки и, по сути, транслируют свой какой-то стиль бренд? Я пока не поняла, честно говоря, как я отношусь, потому что просто это новое течение. Знаете, как в фильме «Москва слезам не верят». Помните, когда он сидит и говорит, через 10 лет все умрет, будет одно телевидение. Театр умрет, книги умрут, все умрет. Три года назад, когда Брайан Бой сидел в первом ряду на всех показах, как блогер, Скотт Шуман сидел в первом ряду, Гарант Здаре. И наравне с Юземенки, с Карин Ротвель, которая в бизнесе 30 лет. Все сказали, о, все, мир перевернулся, журналы умрут. Будет только онлайн. Я думаю, что журналы не умрут. Теперь Брайан Бой сидит в пятом. Но сидит. То есть я думаю, что все это как-то трансформируется, и каждый найдет свою нишу. Безусловно, Брайан Бой никогда не сможет соперничать с Карин Ротвель или Анной Винтур. Но вы меня простите. Анна Винтур – профессионал, прошедшая такую школу, которую приносит миллионы, миллионы, если не миллиарды. Я не знаю, какие там цифры, но этот человек просто бог в моде. То, что она сделала с американским ВОК, такой, наверное, не знаю, сложно переплюнуть. И наравне с ней сидит блогер, который, не знаю, три года ведет блог. Ну, изначально странно. Но это как-то вот уживается, трансформируется. Меня часто записывают, так как я к журналу не прикреплена. Там блогер. Хорошо. Ну, то есть пока люди сами не поняли, мне кажется, в бизнесе тоже. У каких-то брендов блогеры очень важны. Какие-то бренды вообще просто плевали 500 раз, они тебя вот в глаза не видят. То есть все очень индивидуально. И сейчас такой вот переходный период, мне кажется. И мы поймем это лет через пять, что в итоге куда вильнет. Но то, что и журналы, и онлайн будет, и блогеры, и стилисты все останутся. И как это будет развиваться. Сейчас просто много стилист начинает фотографировать, визажист начинает стилизовать. Ну, то есть такого много. Все из-за экономии. Просто тупо нет денег. Раньше, 30 лет назад, если вы почитаете воспоминания Грейс Кеддингтон или Верушки, они уезжали на три недели и снимали одну историю три недели в Токио или на Мальдиву. А у нас сейчас в один день три истории снимаются. Как горячие пирожки. То есть такой фастфуд, кодек-экспресс, как я говорю. Видите, как бы мы сильно зависим от рынка. И в контексте бизнеса это становится выгодно. Поэтому съемки отдают новичкам, потому что они снимают бесплатно. Ну, то есть какая-то идет новая тенденция. И все это, конечно, сильно мы зависим от денег в этом вопросе. Спасибо. Давайте последних два. Ну, я помню эту обложку с Алиной Кабаевой, там где у нее на интересном месте написано «Алина Кабаева, главная победа». Но хотелось бы, чтобы вы рассказали какой-нибудь съемке, которая принесла вам прям вот… Ну, может быть, она там была раскритикована, не принята, но вот именно сам процесс и сам результат принес вам внутреннее удовлетворение. Может быть, вот именно с именем какого-то фотографа, модели, а может быть, все вместе вот это в комплексе, да, что настолько вам приятно было любоваться потом этой работой, несмотря там ни на какие комментарии и все прочее. Вот об этом, о положительном, о хорошем. Ну, вот по поводу Алины, вот по поводу вот этой главной победы, которая была написана, я вам скажу, что это был гениальный ход. То есть то, что все говорили, мы, конечно… Не просто так. Я еще была не готова морально к этому, но я уже тогда знала, что это был гениальный ход. Это так же, как сделали с журналом «Поп». Когда Кэти Грант ушла и создала с Канденастом журнал «Лав», Эшли не знал, что делать, его пригласили снова в «Поп», а он нашел много лет назад Кэти Грант, он ее открыл, он ее поставил директором моды, она его подсидела, но там целые интриги, скандалы, расследования. В общем, надо было что-то с этим журналом делать. Переплюнуть Кэти Грант невозможно. Сделать второй «Лав» или сделать «Поп» таким, каким он был раньше, поэтому он берет и приглашает Дашу Жукову и делает из него арт-журнал. И тоже там все говорили, что кошмар, и что за журнал неинтересный. Прекрасно. Рекламу собирает, все перед этим журналом кланятся, хвалят, дизайнеры обожают. Он нишевый журнал, но он выжил. То же самое с Алиной. Было увольнение целой команды, вы знаете, и то есть мы не знаем никаких причин, это решило начальство. Но эта обложка просто очень сильно отвлекла внимание от всего. И пока там все что-то охали-ахали, Новый год как раз, это была январская обложка, когда все там причитали, 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 а потом раз и понеслась. То есть это был очень грамотный, я сейчас понимаю, ход начальства. А как раз обложка, которая мне очень, вот помимо Патрика де Маршелье с Марины Линчук на обложке книги, еще мне очень памятна обложка «Dancing Vogue». Это Vogue каждый год делает сапплемент книгу. Вот они делали балет, а нет, как раз балет-танец «Красная», «Вогия», «Ювелирка», «Россия» и «Нют» у них было. И как раз я делала с Патриком Диану Вишневу в Нью-Йорке, мы снимали, и тоже эта картинка пошла на обложку. Вот я потрясена Дианой, она потрясающая, восхищаюсь ей. Так же, как, кстати, и Алина, и как ни крути, она олимпийская чемпионка. Что бы там кто ни говорил, этот человек просто пахал все детство. И мы не можем это не уважать. И третье, это Алексей Любомирский, это американский фотограф. Он в Америке снимает все обложки «Харперс Базар», всех селебрити, а мы с ним снимали «Анну Рубик». И Аня Рубик, конечно, для меня, когда я прошла в Vogue, я не то что не мечтала снимать Аню Рубик, я просто в глаза ей боялась смотреть. И у нас в Лос-Анджелесе была съемка, она с бойфрендом, и вот очень красивая история получилась. И до сих пор ее все выкладывают. И вторая история, опять же, с ним, это Марина Ленчук с ребенком бегает. Это тоже мы снимали на самом деле куклу, и потом он подсаживал везде лицо. А Марина, ну, понимаете, да, как с куклой она бегала? Там за руку ее таскала. Ну, там на половине кадров видно, что немножко небрежно. Ну, и там комментарии, мам, какой кошмар, как так можно... Это, о, там, надо в тюрьму посадить команду, над детьми издевались. Я ржу, потому что там везде она с куклой. Вот так вот. И вторая смешная история про эту съемку. У нее везде летит хвост. Из предыстория. Был жуткий ветер, и мы не могли... И волосы... Ну, вот вообще, вот они у нее летели на лицо. В итоге мы сделали хвост, и прихмахер пытался этот хвост поддуть. И он не летел, потому что он был очень тяжелый, и летел в другую сторону. В общем, прихмахер начал его подкидывать, этот хвост. И Любомерский говорит, а давайте так снимать. Он говорит, давайте. И, в общем, у меня везде летящий вот так вот хвост. Это просто было вот... А давай, а давай. И в итоге эта съемка оказалась... Настолько все помнят, даже Ким Кардашьян или Хлоя Кардашьян. Кто-то из них ее выкладывал, когда они были беременны, что, типа, это там мой inspiration на всю мою беременность. Да, очень забавно. Вот так вот рождается тренд. Последний вопрос. Вот где-то там молодой человек, кажется, или девушка. Скажите, у меня такой вопрос. Сколько у вас ассистентов и как правильно делегировать ваши... Ну, как вы успеваете все, потому что одно это вряд ли успевается. Да, у вас должна быть сильная команда. То есть как правильно делегировать свои обязанности, чтобы оставалось время на семью, на окружающих, ну, в принципе, на близких людей. Ассистент у меня один. Всегда был, когда работала в редакции. Когда я ушла, у меня один ассистент в Париже. Потрясающая девочка. Но она отвечает за все иностранные мои работы, съемки. А в Москве у меня еще один ассистент. И как делегировать я до сих пор не научилась. Я периодически понимаю, что я с друзьями начинаю вот так вот разговаривать. Берешь пакет и несешь. Потому что русским языком объясняешь, и почему-то в итоге не сделано. Поэтому я в какой-то момент поймала себя на мысли, что я так уже с друзьями разговариваю, с Машей, с Пашей, со всеми, с мамой. Берешь его, ну, не знаю, вот просто не знаю. И уже и кричала, и по-хорошему, и по-плохому. И, например, о том, что от меня ушел ассистент, я узнала от человека, куда он ушел спустя месяц. Она говорит, классный у тебя бывший ассистент. Я говорю, какой? Говорю, Никита. Нет, Никита, говорю, убери его срочно. Обманщик, не нужен он тебе. Она говорит, да нет, Сережа. Я говорю, да нет, Сережа, ты мой настоящий ассистент. А она говорит, да нет бывшего, но у меня работает. Я говорю, да нет. Звоню ему, говорю, Сережа, а ты уже месяц где-то работаешь? Он говорит, да, давно тебе хотел сказать. Ну, я уже стараюсь не обращать на эти вещи внимания. Ну и так. Вот это пока я вырастила три команды. В Мориклер, Вэль и ВОК. Эти люди до сих пор там работают, на высокие должности занимают. Это потрясающие девочки. Мы до сих пор дружим. Мы в прекрасных отношениях. Но вот как я ушла из ВОК, что-то пока у меня не сложилось. Вот так, чтобы я сказала, что да, вот. Сложно делегировать, очень сложно. Спасибо. Но без ассистента никуда. Спасибо вам всем. Спасибо, Катя, огромное, что... Вам спасибо большое.